Всем добрый день дорогие друзья! Я иду в магазин. У нас дома закончилась вся картошка, вся морковка. Надо что-то купить, чтобы суп сварить. Поэтому надо сходить. Сегодня новый день, новый влог. На улице прохладно, сразу говорю. Не тепло. Вообще весной не чувствуется холодно. Такое ощущение, что зима опять заодно идет. Холода такие настали. А так в целом у нас все хорошо. Ладно, идем в магазин, покупаем, потом покажем, что делать. Так, дорогие мои, поставила делать зажарку. Поставила варить суп. Там положила крылышки куриные. И воду поставила греть для того, чтобы мыть посуду. Готовим кушать. Я готовлю кушать, дальше продолжаю. Нарезала уже картошку, лук и все остальное. Сейчас сделаю кушать, а девочки делают уборку. Так, ложку доставала. Да, Асина? Ну? Дети надеялись, что я им на новой плитке сейчас нажарю блинчиков. Но очень расстроились после того, как... Прошу прощения, просто дети не дают слова сказать. Дети надеялись, что я им нажарю блинчиков на новой плитке. Но мне сказал Антон, как проверить плитку. Получилось так, что ни одна моя сковородка не подходит к этой плитке. Магниты к ним не прилипают просто навсего. Оксаночка, ты что там пишь? Масло? Ребята хлеб с маслами едят, чай пьют. Я дальше готовлю кушать. И сейчас будут садиться делать уроки. Оксане надо стих выучить. И остальным тоже. Я решила так, что я сейчас буду на день отключать Wi-Fi. Потому что они ничего делать не хотят. Они просто тупо сидят в своих телефонах. И я решила, что я теперь буду отключать на день Wi-Fi. И будут они без Wi-Fi. Будут делать уроки. Так будут читать по книжке. И будут больше понимать. По интернету только смотреть надо. Ну, по интернету. На компьютере-то будет интернет. Но Wi-Fi по дому теперь не будет. Никак. На компьютере ты сможешь смотреть, Маш. Вот, ключи. Положи, положи это туда. Да, это потом на МТС. Тебе вот как раз твою вставить надо ведь? Нет, ну это не меньше. А, меньше которая. Ну, я не знаю, где меньше. Ладно, дорогие друзья. Вот так вот готовим дальше кушать. Напишите, как вы своим делаете наказание, если за что-то провинились. Будет очень интересно. Я вот решила отключить Wi-Fi. Без Wi-Fi они прям такие, знаете, нервные становятся. Вот что значит привязанность к интернету. Я стараюсь оградить их от интернета, чтобы лучше пускай чем-то дома заниматься рукоделием. Тем же самым. Оксана сразу села за вышивку. Маша сразу что-то начала тоже делать, там рисовать. Они вчера вот вечером я отключила интернет. И я вот в предыдущем видео вы видели, они все рисовать сели. Как хорошо, говорится, без интернета. А это старые все пробники. Понюхай их, хочешь, которые хорошие, оставь, которые плохие, выкинь сразу их. Сумочка-то хорошая, можно сюда даже лаки сюда встыкать. Или что-нибудь такое. Света перебирает шкаф там. Ладно, я дальше готовлю, а то у меня с вами сейчас все сгорит. Сварила супик, наложила остужать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. У меня Мася вышла на прогулку. Да, Мася? 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 Ну, а я пошла в магазин за хлебушком. Гуляй, гуляй, Мася. А хлеб купить да молока взять. Так, помилочи. Мася, ты со мной даже не пытайся идти. Смотрите, у нас одуванчики зацвели. Классно. Хорошо стало. На морской свинке, кстати, на обратном пути травки нарвать. И все хотела показать. У меня муж лес привез немножко. Пилить тут и береза, и всякое есть. Будет пилить. Ну, как, немножко вот здесь и там. Будем пилить на дрова все это скоро. Так что, как-то так. Ладно. Идем в магазин. Всем мы желаем хорошего дня, хорошего настроения и крепкого здоровья. Я пришла с магазина. Достала сегодня кастрюлю эту. Смотрите, кошка, как на нее прилегла. Киса. А, Кис, тебе хорошо, да, Васенька? Тебе хорошо, моя хорошая. Тебе прям классно. Не, да, лежать солнышко принимает. Ну, а я сейчас вам покажу покупки, что я сделала. Сходила в магазин. Взяла две булки черного и четыре булки белого. Также взяла пачку чая. У нас чай вообще какой-либо закончился. Взяла три пачки макарон. У нас тоже макароны все закончились. Ну, и начинаете, на покупку будет по полной программе делать. Но я понимаю, что я много закупить не смогу. Поэтому буду список сегодня составлять самого необходимого, что нам надо. Дальше взяла на утро сейчас деткам булочек и пирог с капустой. И три литра молока. Вот такие вот... А, да, ребята. Давно искала вот такую вот чашу для блендера. Как вы знаете, блендер нам подарили. И вот такую вот чашу я взяла для него. Спасибо продавцам. Они помнят, что я ее искала. И они мне ее заказали. Вот такая вот чаша. 211 рублей. Тут и вода, и сахар объем есть. Мука и вода опять. Можно также тесто здесь замешивать на блинчики, например. И, пожалуйста, на сковородку наливай. И вот тебе много разной функций будет. Но чаша крепкая, хорошая. Надеюсь, что мне ее надолго хватит. Вот такие вот, в целом, все мои покупочки были. А кися моя балдея. Да, Вася? Васька. Василиска. Василиска. Она маму облизывает. Вот она маму облизывает. Она маму любит. Да, Васенька? Ай, кусат маму. Ну, она нежно кусает. Она даже не больно кусает. Так что, вот так вот. Вот такая вот наша киса. Егорушка мне растапливает печку. Сейчас будем кушать, варить. Хочу сварить макарошки и достать... Ой, извините. Вот так вот на штатив вас установлю. И достать сосиски из морозил. Но, по идее, я сегодня тут и мясо достала, и печень достала. Можно пожарить, что-то приготовить. Я вчера еще достала. Так что, сейчас будем с вами готовить кушать. И мне надо морковку перебрать. Мне сегодня одна женщина привезла морковку. Хочу ей пожелать крепкого-крепкого здоровья. Что-то у меня сегодня волосы, ребята, дыбом стоят. Прошу извинения, но вот с утра вроде перебирала волосы. А толку надо. Всем хочу пожелать этой женщине огромного крепкого-крепкого здоровья. Спасибо большое вам. Говорит, у нее осталось. Она привезла тут целое ведерко Тайсону. Я буду перебирать сегодня. Как раз вам буду кушать и варить. И буду ему туда ложить с морковкой и крупу сделаю. Сейчас сначала чай только попью с утра. И лекарства надо выпить. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Так, дорогие мои. Егор мне начистил морковку. Ну и тут картошечку почистил еще. Сейчас хочу сделать морковку с сахаром деткам. И картошку нарезать еще на супик. Небольшую кастрюльку супика еще сварю. С гречкой. Так, натерла морковку с сахаром. Пойду деткам дам. Пусть кушают. Вот смотрите, что у нас кошка делает. Вот этот органайзер для грязных носков. Она туда залазит. Да, бочка? И убежала. Коза такая. Взяла его весь, сломала. Тут ребята кидают грязные носки. А вот эта вот дура, вот эта вот дурында, лезет в него. И смотрите, у меня настурция вылезла. Классно. Надо вот так поворачивать ее. Может, не трогай ее. Пускай она... Ой, ой, ой. Тень на полу ловит. Да, Васька? А ребята прибираются. А я стирку затеяла опять. Да, Василиска? Кс-кс-кс-кс-кс. Минута влог у животных. Так, ребята, вот здесь у меня варятся макароны. Здесь я поставила варить суп. Хочу с гречкой сварить. И жарю сосиски для гриля с макаронами, поедя. Готовим кушать. Также еще хочу пожарить печень. Дети у меня не едят, поэтому жарю немножко ее на сковородке. Но если поедят, так поедят. Каждый день вот так понемножку жарить. Чувствую, что у меня, видать, гемоглобин падает. Надо приготовить печень, поесть. И натерла еще морковку. Одну порцию уже детям отдала. Еще вторую натерла порцию морковки. Ладно, готовим кушать. А тут у меня посуда стоит на помыть. Приношу извинения за грязную посуду. Но это нормально в семье, где много детей. Так, у нас уже обед. Приготовила макароны с сосисками. Суп они у меня поели со спагеттями вчерашние. А сейчас пойду дам им второе. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, мы продолжаем готовить. Тут у меня варится суп гречневый. И решила я печень приготовить. И поставила воду опять греть. Маленьких отправила на улицу гулять. Сейчас хорошо тепло. Света, открой, пожалуйста, все окна. Проветрить надо все. И надо здесь поесть. Голова кружится. Сегодня. Ну, ничего. Света, открой все окна, чтобы проветрить дома, пока все гуляют. На улице сегодня солнце. Прям вообще, ребят, тепло-то хорошо на улице. Ну, а я продолжаю готовить кушать. Надо приготовить сегодня весь день. И чтобы на завтра, на утро хватило. Ребята, у нас сегодня солнце идеальное. Прямо белье сохнет на ура. А, вот я сегодня повешала, уже все сухое. Уже можно снимать простынь. И это уже все сухое. Представляете, уже все сухое. Сейчас как раз новое белье постиралось. Я вам принесла его на развешивать. Окна нам мыть. Надо окна мыть. Смотрите, какая грязь. Видите? Надо мыть все. Сетки поставили сегодня. На окна помыть еще. Так, ладно, сейчас развешиваю белье. Соберу чистое, развешиваю новое. И будем дальше делами заниматься. Ваня зашел с улицы, да, Ваня? Ваня гуляет сегодня? Зашел быстренько покушать. И пойдет опять, да, на улицу гулять? Гулять, Петя? И опять, и опять, и опять будешь гулять, да? Да, сегодня у нас солнце хорошее. Поэтому дети только успевают. Зайдут, покушают и опять гулять идут. Пишите, какая у вас погода. Оксана, ты уже зашла кушать, да, Оксана? Вся лохма... А, она морковку себе трет. Хочет морковку сладкую. Я приготовила Оксане померить одежду школьную. Достала костюмчики у нее вот есть с жилеточками. Футболочки, костюмчики с жилеточками. Будет все мерить. Но она сказала, сегодня не хочет. Сказала, завтра будет. Что? Мама кака. Где? Ты кака. Сам ты кака. Ладно. Всем хорошего дня. А у нас уже, кстати, не день. У нас уже вечер. Семь часов вечера, между прочим. Ребята мультики тут смотрят. Их любимый мультик. А муж с работы пришел, что-то на улице делает. Я сегодня немного опять прихворала. Ну, поработала, конечно. Я сегодня немного разбирала пристрой. И, видать, тяжести поднимала. И остановилась на том, что у меня голова закружилась. Пошла домой. Сейчас вот чай сижу, пью горячий. И составляю список того, что мне на нынче купить. Нынче зарплата намного меньше, чем всегда была. Но это моя вина. Потому что, видите, проблемы с интернетом, это сказывается. И я понимаю, что я нынче закупку опять не смогу сделать. И вот пишу самое необходимое, что мне надо. Список составляет. Макароны. Потому что они у нас вообще все закончились. Рис у меня тоже закончился. Гречку. Масло. Рыбу хочу взять хотя бы килограммов десять, если получится. Сахар, дрожжи обязательно мне надо. Масло сливочное. Потом у меня закончилась детская шампунь. Не надо купить. Не надо купить прищепки, потому что у меня все разломались. У меня всего осталось 12 прищепок. Это вообще кошмар. Потом туалетную бумагу. И хотела посмотреть обои. Я хочу в зале переклеить опять обои. Потому что маленькие изрисовали все обои. Действительно, скажи, она сделает. Она там как раз на кухне. И поэтому вот так вот. Сижу, вспоминаю, что еще надо. Самое необходимое. Ну, овощи это понятно. Фрукты, овощи это понятно. Что надо будет. Хотя бы немножко деткам взять. Не знаю, на что хватит. Честно, руки опускаются даже. Ну, ничего это у нас не сломит. Я, видите, я не знаю, что с Ростелеком. Ростелеком, если слышите, увеличите скорость. Но, ё-моё, интернета вообще нету. Это что за нафиг-то, блин? Я не могу ни загрузить, ни скачать. Я не могу вообще ничего сделать. Я ставила вот вчера вечером видео загружать, да? Ночью почему-то интернет вообще пропал на Ростелекоме. Я в 4 часа утра встала. Интернета нету. Да что за фигня? Потом он появился часов в 10, наверное, утра. И я поставила заново загрузку. Он наполовину видел. Он сбросил всю эту загрузку. И потом пришлось заново загружать. И вот такая вот ерунда у меня. Я говорю, я, наверное, переключусь на импульс. Я разорюся. Я заплачу эти несчастные 3,5 тысячи там за подключение, по-моему. И перейду на тот интернет. Потому что это кошмар. Да на импульс. Потому что, говорю, у нас вообще интернета нет. Я вообще не могу ничего загрузить. Пытаешься, блин, у меня столько видео. У меня с таким опозданием видео идут из-за того, что у меня вот эта вот плохая связь, интернет. Это ужас просто, ребят. Я ничего не могу сделать, понимаете. Это вообще, это... Я даже объяснить не могу, как. Честно расстроена. Ну а что теперь делать? Что зарплата нынче 100 долларов набралась. Слава тебе, Господи, что 100 долларов набралось. 104 доллара аж. Вот такая вот нынче у меня зарплата. Раньше хоть немножко побольше была. Нынче вообще. Ладно, хоть 100 долларов есть. Я благодарна всем. Дай Бог вам крепкого здоровья, кто смотрит. Желаю вам крепкого-крепкого-крепкого здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем новичкам. И всем, всем всего самого хорошего. На этом свой влог сегодняшний я завершу. Потому что я чувствую, что я не могу. У меня голова сильно болит, на глаза давит. И всем скажу пока-пока. Оставайтесь с нами.